герберта гилберта первого раза встали виджет спиннер искал виджет спиннер здравствуйте дорогие друзья а что же мы все знаем про вейпинг большинство думает что это простая коробочка которая создает пар давайте же углубимся в историю и разберем этот вопрос поподробнее начнем нашу историю с отцов-основателей самое первое упоминание об электронной сигарете датируется 1927 годом именно в этом году джозеф робертсон оформил патент на устройство ставшие результатом 10 лет упорных разработок его устройство напоминало прототип такой самой обычной электронной сигареты в 1930 году робертсон все же получил патент на электронную сигарету но она так и не увидела свет вторым родоначальником можно смело назвать герберта гилберта в 1963 году он представил патент который относился к цитирую бездымный и без табака сигарете целью которой является обеспечить безопасные и безвредные способы курения заменив стандартное горение табака и бумаги на слегка прогретый влажный и ароматный воздух похоже на вдыхание теплых лекарств в легкие в случае болезни дыхательных путей под руководством врача в 1965 году в журнале популярная механика также была опубликована статья на тему этой электронной сигарете в которой указывалось что его изобретение может быть использована в медицинских целях примеру для лечения астмы и снова устройство так и не увидела свет дело в том что во все времена курение ассоциировалась у людей с успехом так как на всех рекламах были изображены красивые и счастливые люди держащие сигарету табачные компании не были заинтересованы в без табачных аналогов да и самим людям это было не нужно поскольку курить можно было везде хоть в больнице хоть самолете но времена меняются люди становятся более осведомленные пропадают рекламы табачных изделий а табачные компании похоже предчувствуют возможные изменения поскольку люди начали понимать что сигарета не делает тебя успешнее а наоборот является вредной привычкой в 1998 году крупнейшая табачная компания philip morris представляет свое первое устройство для нагревания табака которая являлась безопасной альтернативой сигаретам ну по крайней мере они думали что она безопасная в принципе работы аналогичен современному устройству под названием айкос но устройство оказалось невостребованным и принесло компании лишь огромные убытки а теперь пришло время рассказать о настоящем создатели современной электронной сигареты которой мы пользуемся до сих пор хонлик фармацепт из китая на созданием действенной альтернативы хонлик всерьез задумался в начале 2001 года толчком к этому послужила смерть его отца от заболеваний связанных с курением сам хонлик являлся заядлым курильщиком которому надоел эта вредная привычка и он хотел придумать безопасную альтернативу чтобы помочь всему миру избавиться от сигарет изучив все имеющие патенты а к 2003 году их было не менее сотни хонлик подает патент на собственную электронную сигарету она испаряла струю никотина содержащие жидкости с помощью ультра звукового пьезоэлектрического элемента компания в которой он работал увидела потенциал задумки и решила взять все свои руки включая разработку и создание электронной сигареты и в 2004 году вейп увидел мир поскольку устройство было первое в своем роде она не отвечала многим требованиям было не эргономичное имела большое количество нареканий первые устройства были похожи на обычные сигареты они были непрактичны и виду своего конструктива первые электронные сигареты были невероятно простые они состояли из аккумулятора чипа и нагревательного элемента внутри которого находилась жидкость при затяжке спираль нагревала материал пропитаны жидкостью и испаряла и и спустя некоторое время картриджные системы начали заменять клира мазеが главное отличие к лирома зерва была в том что после износа нагревательного элемента его не нужно было выбрасывать вместе с картриджем или телом устройства нужно было всего лишь выкрутить старые испаритель и вкрутить masses также плюсом кled и мазера являлась то что его можно было перезаправить. Первые испарители представляли себя спираль с кремнеземной нитью, помещенной в металлический корпус. Такого рода испарители использовались в устройствах формата EGO. Название EGO парогенераторы получили благодаря компании Joyetech. Таким образом, они называли переходник на аккумуляторе под новые атомайзеры. Самыми популярными клееромайзерами того времени являлись iJust Mini от компании Leaf, MT3S, ProTank и AeroTank от компании Congertech. За несколько лет производство испарителей стало более технологичным, что отразилось на их вкусопередаче и производительности. Миниатюрные испарители не способны были впитать в себя много жидкости, поэтому их использовали на маленькой мощности сигаретной затяжкой. Спустя еще некоторое количество времени испарители становились гораздо мощнее и живуче. Вместо кремнеземной нити использовался хлопок, а спирали становились все гораздо больше и жирнее. На смену испарителям пришли обслуживаемые атомайзеры, а это означало, что спираль можно было заменить самому. Обслуживаемые атомайзеры завладели веб-рынком, поскольку позволяли пользователю получить максимальное количество вкуса и пара, и были очень дешевое обслуживание. Но не стоит забывать о батарейных блоках. Вместе с калеромайзерами они становились все более технически совершенными. На смену тоненьким маленьким трубочкам с минимальным функционалом и защитами стали приходить мощные крепкие варивольты со сменным аккумулятором и возможностью настройки напряжения. Одними из первых таких устройств стали Vision Spinner, Smoke V-Max и подобные устройства. Немного позже распространение стали получать вариваты с возможностью настройки мощности. Одним из первых таких является iStick 20 Вт от компании Elif. На сегодняшний день мы имеем тысячи различных устройств, которые отличаются не только своим дизайном, но и невообразимым несколько лет назад функционалом. Также в моду опять входят картриджные системы, подобные тем, с чего начинался вейпинг. В моду опять приходят одноразовые сигареты. Но с уверенностью можно сказать, что в будущем нас ожидает идеальный вейп, который подойдет практически каждому. Спасибо за просмотр, меня зовут Глеб, с вами был Сигаретнетбай и до встречи на нашем канале. Продолжение следует...